Продолжение следует... А затем... О, мусульмане! Вы ждали наступления месяца Рамадан, и он наступил. А затем вы оставили его позади. Так всегда происходит. Человек ждет чего-либо, затем минует его и оставляет позади. И так до самой смерти. О, люди! Рамадан пришел к вам как почетный гость, и вы верили ему то, что пожелал Аллах из деяний. Затем он покинул вас, будучи свидетелем против вас или в вашу пользу. Некоторые люди обрадовались расставанию с ним, потому что они освободились от него. Освободились от поста и поклонения, которое было тяжким для них. А другие обрадовались его завершению, потому что с его помощью они избавились от своих грехов. Посредством праведных дел, которые они совершили в нем, и которыми они заслужили обещание Аллаха о прощении. И разница между этими двумя радостями огромна. О, мусульмане! Мы соблюдали пост в Рамадан и совершали дополнительную молитву в нем нерадиво и с упущениями. Однако мы просим у Аллаха снисхождения и прощения. Просим Всевышнего Аллаха принять от нас то, что мы совершили в этот и другие месяцы. Просим Всевышнего Аллаха простить наше упущение. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы в день воскресения мы нашли награду за то, что совершили у нашего Господа. О, мусульмане! Поистине, признаком принятия благого дела, как сказали некоторые ученые, является то, что вслед за ним человек совершает другое благое дело. Ведь за праведными деяниями следуют праведные деяния. А признаком непринятия является то, что человек ждет завершения поклонения, чтобы вернуться после него к дурным деяниям, потому что он освобождается для них, и поклонение тяжко для него. Бойтесь же, Аллаха, о мусульмане! И оберегайте праведные деяния после Рамадана так же, как вы оберегали их в Рамадан. Ведь поистине деяния верующего не заканчиваются с окончанием времени совершения определенных видов поклонения. Поистине, деяния верующего постоянны, и заканчиваются они лишь со смертью, «Как сказал всемогущий и великий Аллах, «И поклоняйся твоему Господу, пока к тебе не придет смерть». И сказал всемогущий и великий Аллах, «О те, которые его веровали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». И сказал всемогущий и великий Аллах, «О человек, ты своими делами стремишься к своему Господу и встретишься с Ним». Упомянул встречу с Ним, указав, что она произойдет сразу после стремления. А это указывает на то, что стремление человека к его Господу посредством деяний не прекращается до самой смерти. Поэтому, о мусульмане, больше поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Аллаха всемогущего и велик, ведь вы не знаете, когда смерть настигнет вас. Скольки из людей вышли от своих семей и не вернулись к ним? Скольки из людей легли спать в свою постель и больше не встали с нее? Скольки из людей застегнули свою одежду, а расстегнул ее тот, кто омывал их тела? Бойтесь же Аллаха, о рабы Аллаха! О мусульмане, если завершится месяц поста, то время для совершения деяний, хвала Аллаху, не закончилось. Если закончился пост Рамадана, то пост, как таковой, не перестает быть узаконенным. Кто постился Рамадан, после чего добавил к нему пост в течение шести дней, шаввала, подобен постившемусти в течение всего года. Также посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, узаконил пост в понедельник и четверг и сказал, «Дела людей представляются Аллаху в понедельник и в четверг, и я хочу, чтобы мои дела представлялись в то время, когда я пощусь». Также пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, завещал Абу Гурейри, Абу Зару и Абу Ддарде, да будет доволен имя Аллах, соблюдать пост три дня каждого месяца и сказал, салли Аллаху алейхи вассалям, соблюдение поста по три дня каждого месяца, подобно постоянному посту. Также пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, побуждал совершать праведные дела в течение десяти первых дней Зульхиджа и из них пост. Передается от него, да благословит его Аллах и приветствует, что он не оставлял пост в это время и сказал про пост в день Арафа, что он искупает грехи двух лет, прошлого года и будущего. И это для того, кто в данный момент не совершает хадж. Что же касается паломника, то он не постится в день Арафа. Также пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, лучший пост после Рамадана, пост в месяц Аллаха Мухаррам. И сказал про пост десятого дня этого месяца, что он искупает грехи прошлого года. Сказала Аиша, да будет доволен ею Аллах. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, не постился в какой-либо из месяцев, то есть добровольным постом, так как он постился в Шаабан. Он не постился в этот месяц, кроме как немного, или даже постился его полностью. Если закончилось время выстаивания дополнительной молитвы в Рамадан, то поистине добровольная ночная молитва не перестала быть узаконенной каждую ночь. И пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, побуждал совершать ее и сказал, «Лучшая молитва после обязательной – это та, которая совершается ночью». Достоверно от него, салли Аллаху алейхи вассалям, передается, что Всевышний Аллах нисходит на нижнее небо каждую ночь. Когда остается последнее, ее третий говорит, «Кто взывает ко мне, чтобы я ответил ему? Кто просит у меня, чтобы я дал ему? Кто просит у меня прощения, чтобы я простил ему?» Бойтесь же Аллаха, о рабы Аллаха, и опережайте время вашими деяниями, и поддерживайте ваши слова делами, потому что истинная жизнь человека – это время, проведенное им в покорности Аллаху. И поистине умный человек – это тот, кто требовал от своей души отчета и трудился для того, что ждет его после смерти. А немощным является тот, кто позволил своей душе следовать за ее страстями и возлагал на Аллаха пустые надежды. О мусульмане! Аллах облегчил вам пути к благу и раскрыл его двери. Он пригласил вас заходить в них и разъяснил награду. Вот обязательная пятикратная молитва. Самый важный из толпов ислама после двух свидетельств. Она совершается пять раз, а на весах она равна пятидесяти. Для того, кто совершал эти пять молитв должным образом, они станут искуплением и спасением в день воскресения. Аллах предписал вам их и дополнил установленными молитвами, которые следуют за ними. И эти дополнительные молитвы составляют двенадцать ракатов, четыре перед полуденной молитвой и дугар с двумя салямами и два после нее. Два после вечерней молитвы Магреб, два после ночной молитвы Айша и два перед утренней молитвой Фаджар. Тому, кто будет совершать их, Аллах построит дом в раю. Вот молитва Витр. Она является утвержденной сумной. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, узаконил ее своими словами и действиями и сказал, «Кто боится, что не встанет в конце ночи, пусть совершает витр в ее начале, а кто хочет встать в конце ночи, пусть совершает витр в ее конце, ведь поистине молитва в конце ночи совершается при свидетелях, и это лучше». И витр – важная сумна, не подобает человеку оставлять ее. Некоторые ученые даже сказали, что витр является обязательным, и человек совершает грех, оставляя ее. «И сказал имам Ахмад ибн Хамбль, да смилуйся над ним Аллах, кто оставил витр, тот плохой человек, не следует принимать его свидетельства». Самый малый витр составляет один ракаат, а самый большой – 11 ракаатов, а время его совершения – от ночной молитвы Ихлаша до наступления рассвета, время утренней молитвы. Тот, кто пропустил витр ночью, может возместить его днем четным количеством ракаатов. Если обычно он совершал три ракаата и забыл помолиться ночью или проспал, совершает четыре ракаата днем. Сахихи муслима от Аиши, да будет доволен ею Аллах, передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, если его одолевал сон или болезнь, молился днем 12 ракаатов. Также слова поминания Аллаха после обязательных молитв. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, заканчивал молитву, он трижды просил у Аллаха прощения и говорил, «О Аллах, ты мир, и от тебя мир, благословен ты, о обладатель величия и почета». Тому, кто по окончанию каждой молитвы восславит Аллаха 33 раза, восхвалит Аллаха 33 раза и возвеличит Аллаха 33 раза, таким образом получается 99, а затем, дополняя сотню, произнесет. Нет божества достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, нет у него сотоварища, ему принадлежит владычество, ему хвала, и он способен на всякую вещь, простятся его прегрешения, даже если они будут подобны морской пени. Также омовение перед обязательной пятикратной молитвой и перед дополнительными молитвами. «Кто сделал омовение наилучшим образом, а затем сказал, свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет соучастника, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. О Аллах, сделай меня из чеслакающихся и очищающихся. Будут открыты для него все восемь врат рая, и он войдет в те из них, какие пожелает». Также расходование имущества, как закат, садака, и содержание жен и детей, даже расходование человека на самого себя. Нет верующего, который расходует желая лика Аллаха, иначе как он получает награду за это. Поистине, Аллах доволен таким своим рабом, который воздает хвалу Аллаху за каждый съеденный кусочек еды и за каждый выпитый глоток воды. Человек, который печется о вдове и бедняках, подобен муджахиду на пути Аллаха или тому, кто постоянно постится и неустанно молится. Человек, который печется о них, это тот, кто добывает им пропитание и удовлетворяет их нужды. И маленькие члены семьи, а также слабые, которые не могут о себе позаботиться, подобным беднякам, и их опека, подобно джигаду на пути Аллаха или постоянному посту и молитве. О рабы Аллаха, поистине путей к благу много, где же идущие по ним? И поистине двери блага открыты, где же те, кто зайдет в них? И поистине истина ясна, и не отклониться от нее, кроме как погибший. Берите же, о рабы Аллаха, долю от каждого поклонения, ведь сказал Аллах всемогущенный и великий. О те, которые уверовали, кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу и творите добро, чтобы преуспеть. Да поможет Аллах мне и вам получать пользу от времени и оживлять его праведными деяниями. И да наделит нас Аллах отстранением от грехов и дурных поступков, и да очистит нас от них по своей милости и щедрости. Поистине он обильно одаривает своих рабов. Прошу благословения и приветствую нашего пророка Мухаммада, его семью из подвижников, а также тех, кто наилучшим образом последовал за ними до дня воздаяния. Многократно восхваляю Аллаха, как он повелел. Благодарю его, ведь он возвестил о том, что преумножит тем, кто будет благодарить его. Свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет соучастника, даже если это ненавистно тем, кто приобщает к нему со товарищей и не верует. Также свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, господин людей и тому, кому будет позволено заступничество на месте сбора. Да благословит его Аллах, а также его семью, его сподвижников, лучших из последователей и тех, кто последовал за ним и доприветствует их. А затем, те, кто постился шесть дней в Шаввале, сразу после Рамадана, после дня праздника и без перерыва, сегодня последний день для них. Достоверно от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что тот, кто постился в Рамадан, после чего добавил к нему пост в течение шести дней Шаввале, подобен постившемуся в течение всего года. Это потому, что за каждое благое дело воздается в десятикратном размере. Таким образом, пост Рамадана считается за десять месяцев, а пост шести дней Шаввале еще за два месяца. А это весь год. И в отношении поста в эти шесть дней есть некоторые вопросы, которые часто задают. Из них, обязательно ли поститься эти дни подряд, или же человек получит награду, даже если будет поститься их раздельно? Ответ. Человек получает награду в любом случае. Постился он подряд или раздельно. Однако поститься их раньше и подряд лучше, так как в этом проявляется стремление к благому. Второй вопрос. Можно ли начинать поститься на второй день праздника? Или же надо подождать три дня, как и дни Таширика, на праздник жертвоприношения, Аидаль Адха? Ответ. Нет проблем в том, чтобы начинать поститься на второй день праздника. Это даже лучше, потому что в празднике разгавения, Аидаль Фитр, нет дней Таширика. Они есть только в празднике жертвоприношения. Это день, когда режет жертвенное животное. А дни Таширика – это дни еды, питья и поминания Аллаха Всемогущего и Великого. Третий вопрос. Получает ли человек награду за пост этих шести дней, если он постился их до того, как возместить то, что пропустил за Рамадан? Ответ. Он не получает награды, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кто постился Рамадан, после чего добавил к нему пост в течение шести дней шавваля. А тот, на ком осталось что-то из Рамадана, еще не постился его. Поэтому человек получает награду за эти шесть дней, только если он полностью закончил пост Рамадана, а затем поститься эти дни в месяц шавваль. Четвертый вопрос. Некоторые говорят, что если человек однажды пропустился эти шесть дней, то ему обязательно поститься их каждый год. Ответ. Это неверно, потому что пост в эти дни является дополнительным и добровольным. Если человек соблюдал его, он получает за это награду, а если оставил, не получает награду, но и не совершает греха, потому что человек не несет греха за оставление добровольных видов поклонения. Однако, если человек начал совершать какое-либо поклонение, ему следует постоянствовать на этом. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, любимыми деяниями для Аллаха являются те, что совершают постоянно, даже если их будет немного. О, мусульмане. Некоторые убеждены, что восьмой день месяца шавваль является праздником. Они называют его праздником благочестивых. Это неправильно. Этот восьмой день шавваль такой же, как и седьмой, и девятый. И нет никакой разницы между днями этого месяца. Некоторые даже спрашивают, можно ли поститься в восьмой день шавваль, ведь это праздник благочестивых, поэтому мы говорим, что это никакой не праздник. И в этот день не совершается ничего из праздничных обрядов, не запрещается поститься, не узаконена ни какая-то особая еда, ни подаяние, ни что-то другое, потому что это обычный день. Бойтесь же Аллаха, у раба и Аллаха, и изучайте свою религию. Берите ее из книги Аллаха и сунна его посланника, саляллаху алейхи вассалям, с помощью обладателей знаний, которые известны своим искренним отношением к Аллаху, его книге, его посланнику, а также к правителям мусульман и простым мусульманам. И знайте, что лучшие слова это книга Аллаха, а лучший путь это путь Мухаммада саляллаху алейхи вассалям, что худшими из дел являются нововведения в религии, и каждое нововведение в религии Аллаха бидан, а каждое бидан, это заблуждение, а каждое заблуждение в огне. Поэтому держитесь общины, аль-джамама, ведь поистине рука Аллаха над общиной, а кто отойдет, отойдет в огонь. И знайте, что Аллах дал нам повеление, начав в нем с себя самого, сказав, «Поистине Аллах и его ангелы благословляют пророка. О, те, которые его веровали, благословляйте его и приветствуйте пожеланиям мира». О, Аллах, благослови и приветствуй твоего раба и посланника Мухаммада. О, Аллах, надели нас любовью к нему и следованием за ним внешне и внутренне. О, Аллах, упокой нас на его религии. О, Аллах, собери нас в его обществе. О, Аллах, дай нам испить из его водоема. О, Аллах, дозволь нам О, Аллах, собери нас с ним в райских садах блаженства по твоей милости. О, милостивые из милостивых. О, Аллах, исправь мусульманские народы. О, Аллах, исправь мусульманские народы. Молодежь из них и взрослых, стариков, мужчин и женщин. О, Господь миров. Поистине, ты способен на всякую вещь. О, Аллах, помоги муджахидам на твоем пути. Во всех концах света. О, Господь миров. О, Аллах, будь с ними и не будь против них. О, Аллах, поддержи их. О, Аллах, укрепи их стопы. О, Аллах, помоги им против неверующих. О, Господь миров. О, Господь наш, прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле. Утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими. О, Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, поистину ты сострадательный, милосердный. О, рабы Аллаха, поистине Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников и запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, чтобы вы помнили. Будьте верны завету с Аллахом, который заключили. И не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим поручителем. Поистине Аллах ведает о том, что вы совершаете. Поминайте великого Аллаха, и Он будет помнить о вас. Благодарите Его за милости, которые Он вам оказал, и Он добавит вам. И поминание Аллаха важнее всего. И Аллах знает о том, что вы творите.